Не ценишь свое выступление на этом чемпионате России? Насколько сложно было выходить за стартину, что в прошлый чемпионат ты протестил, болел, были проблемы или золото не катался? Что-то сказать. Не идеально, конечно. Был такой хороший, хороший покат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, то этот один из самых знаковых, поскольку после долгого перерыва всегда несложно и интересно возвращаться. Спасибо всем огромное за такую полосальную поддержку. Всем, родным и близким, любимым. Всем большое спасибо. 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 Челябинску вообще за проведение такого турнира. Рад влезти. Такой организации я еще не видел. Всего очень приятно выступать. Спасибо. 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 Ребят за то, что вы так выкладывались. Колоссальное удовольствие было на вас смотреть. Я думаю, вы энергию зала тоже чувствовали. Вопрос к Михаилу. У каждого фигуриста, как правило, есть такая знаковая программа в карьере, которая, ну, как бы так, превосставит к нему и вспоминается очень сильно. Вот ваша программа, которую вы сегодня катали, на ваш взгляд, она может стать для вас вот именно такой, которая будет вас как-то определять, ассоциироваться именно с вами. С вами как вы чувствуете этот образ? Он ваш? Спасибо. Образ чувствую. Да. Это действительно мое. А насчет ассоциации тут уже решают зрители. Я тут ничем. Так, говорится, помощь не могу. Ассоциации, спорт 24. Я бы хотел задать вопрос Марку. Посмотрели твое выступление, увидели твои эмоции, когда ты узнал, что точно будешь в тройке, когда был на предварительно первом месте. Вот хочется узнать, что думал, что чувствовал в эти самые секунды. Когда я с телки сам края и еще то объявление оценок, я, честно говоря, и не думал, что я был в тройке. Вот. А потом, когда узнал очень смешанные эмоции и радости, и некоторое облегчение, я еще пока сам не до конца осознал и понял. Здравствуйте. Японское информационное место. Киодон Зуши. Вопрос к Михайлсону. Моя мама и мрача сестра, они ваши болельщики, наверное, они тоже очень радуются сейчас. И насколько я понимаю, в этом сезоне вы работаете с тренером господином Мишином. И я чувствую, что ваше мастерство очень поднялась в этом сезоне. И с вашей точки зрения, работа с новым тренером господином Мишином, что изменило ваше мастерство, если вам можно сказать. Скажите, пожалуйста. Когда я перешел в группу Алексея Николаевича, для меня это все было новинку. Какие-то там упражнения, построение тренировки. Да буквально все. Для меня это новое было, это глоток свежего воздуха. И до сих пор я продолжаю обогащаться, потому что он человек с невероятным опытом. Насчет работы, как обычно, карты раскрывать не буду, потому что это секрет. Вопрос Марку. Обычно третий президент Штат России едет на следующий международный турнир. Готов ли ты поехали? Отмер, как ты свой сил сейчас оцениваешь? Макар, когда ваши оценки объявляли, я видела, что ваш тренер открыл руками лицо. То есть она что-то в этот момент говорила или она сама не верила в то, что там происходило? Насколько вообще, что у вас там происходило в зоне Kiss and Cry в этот момент? Спасибо. Я не знаю. Насколько я помню, я в Kiss and Cry сидел с Евгением Владимировичем, мультингвайчем. Я, по-моему, еще даже не видел ее после старта. Поэтому я не знаю. Лучше вы мне спросите. То есть я не знаю. Вопрос Миши. Можете, пожалуйста, свои эмоции туда описать, когда оттенки вышли и встал с тренерами. Так, и потом, когда сидел, ждал, когда на камеру катал, получил свой результат и казалось, что это очень красиво. Я жанру. Вообще да. У меня реакции не было. Вы знаете, я сейчас держу. Я просто отдыхал в прокатах. Вот. И, может быть, это оказалось старым, потому что вот я там сижу такой серьезный. На самом деле я просто отдыхал. А можно вопрос всем дефибризерам. На каждом старте играет спортсмен. Спортсмен ставит перед собой конкретные задачи. Я отвечу в шутливой форме. Задачи были. Ну, планы, я его придерживался. Планы, я его придерживался. Мне, наверное... То есть, понятно, я ехал с какими-то амбициями своими, да. Но я, откровенно говоря, не задумывался именно о месте. То есть, не было задачи. За это надо перестроить. Хотелось именно чисто показать программу. И показать какую-то целостность программ. То есть, вместо говорить о вот этих двух днях, мне кажется, в короткой, может быть, это даже получилось. В производстве такого не было, по крайней мере, по своим ощущениям. И поэтому все равно какая-то ложка дегтя осталась где-то внутри. И да. Это. Я не помню... Как-то сказав, сказал здесь программа. Представляешь, что по чистям году? Это моя ревaboutская. Не нравится, что дегутируют на соревнованиях такого угла? И тыub... Откорчет на свои программы. Короткой сколью получилась. Позволенной, и не совсем. Ещё есть два вопроса, только дебютирую, так хорошо. Владислав Жуков, РБК. Вопрос к Михаилу, как раз по поводу сдержанности. Мы уже неоднократно в этом сезоне видели, как яркий и экспрессивный вы можете быть на льду. Но вообще не из грязи, и вы действительно, как вы описали, достаточно сдержанное и лаконичное. Скажите, по чём причина? Это дело в вопросах, или, может быть, вы их просто естественно относитесь? Это моя новая фишка. Просто немножечко шали. Вопрос от Радио России к Михаилу Полиньян. Михаил Полиньян впервые завоеваливает золото чемпионата России в 2017 году здесь, в Челябинске. Затем подтвердили своё звание в Санкт-Петербурге. Сегодня, несколько минут назад, снова стали чемпионом России. Следующий чемпионат пройдёт планирует провести в 2022 году в Санкт-Петербурге. То есть такой цикл. Скажите, это придаст вам уверенности, или, может быть, налагает некую ответственность и заставит больше нервничать? Знаете, насчёт нервов я могу так ответить. Плохо тут артист, который не нервничает. А насчёт ответственности там, потому что чемпионат России не планируется проводиться в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге. Да, наоборот, хорошо. Мне очень нравится выступать дома. Уступать дома, точка. Санкт-Петербурге. Можно про фишку ещё? Вот, просто я говорю про пресс. Я зашёл, например, на сайт, и последний пост наявление 2019-го. Ладно, прессы, которые надо косячить с вопросами, а вот с болельщиками ты хочешь общаться чаще, потому что, ну, действительно, в социальных тоже не очень активных? Вот, или одна фишка, может ты её как-то сформулировать, просто вот, я меньше говорю, больше делаю, или как? Есть вот крайне, я не знаю. Как-то очень много слов. Какая суть, вопрос? Ну, во-первых, спираешься ли ты разговаривать не через стресс, через соцсети больше с болельщиками, потому что это вроде бы не так честно происходит. Второе, может ли ты вот эту фишку описать своими словами? В чём? Знаете, честно говоря, у меня просто не хватает времени, чтобы ввести в соцсети. А насчёт фишки, да я тут даже говорить ничего не буду. Меньше слов, больше делаю. Какая-то сестра Таланда и наша сестра Таланда. Ещё есть вопросы? Тогда, я думаю, мы поблагодарим ребят, поздравим ещё раз. Давай! Спасибо! Продолжение следует...